Конкурс медсестер в Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета проводится ежегодно. Это уже стало традицией. На базе симуляционного центра состязания этого года можно считать уже четвертыми по счету. Центр является идеальным местом проведения, так как там есть все необходимое оборудование для обучения и демонстрации навыков. В борьбу за первенство вступили семь сотрудниц из отделений университетской клиники КФУ. Все они усердно готовились к конкурсу, улучшая как профессиональные качества, так и личностные. Очередной конкурс медсестер. Конкурс медсестер нашей медико-санитарной части. Он проходит ежегодно на этой территории уже в четвертый раз, потому что здесь созданы идеальные условия для конкурирующих. Это специально созданный центр для медообразования, поэтому медсестры здесь могут показать все свои знания и умения. Сам конкурс посвящен Международному дню медсестры. Мы с удовольствием активно участвуем в нем как в качестве, так сказать, жюри, так и тех, кто принимает их на своей территории. Конкурс проводился в два этапа. Изначально девушкам предстояло продемонстрировать навыки по двум направлениям. Техника постановки внутривенного катетера и основы техники выполнения реанимационных мероприятий. Первое испытание требовало максимальной точности, уверенности, умения в работе и внимания к пациенту. Для второго задания главным стала правильность выполнения действий, так как она является решающим в спасении жизни пациентов, находящихся в критических ситуациях. В обоих испытаниях важно тщательное изучение каждого шага и постоянное совершенствование навыков. Очень волнительный день. Как и девушки волнуются, так и мы все. И ответственный день. Сегодня будет проводиться конкурс два этапа. Первый, значит, техника постановки внутривенного катетера. Это по стандарту девочки должны показать на муляжах конкретно, каждая отдельно. И второй – основа техники выполнения реанимационных мероприятий. На следующий день состоялся второй этап конкурса, на котором участницы демонстрировали свои творческие способности. Первым заданием была визитная карточка. Выступление каждой из конкурсантов отличалось уникальностью. В своих презентациях участники рассказали чуть больше о себе, о своих успехах, мотивах и желаниях. Многие раскрыли свои творческие стороны. Далее провели БЛИЦ-опрос, где проверяли общие теоретические знания в области медицины, а также смекалку и скорость. Завершающим испытанием стала демонстрация на тему «Образ современной медицинской сестры». Гармоничность развития, интеллектуальность и опрятный внешний вид являлись главными критериями конкурса. В качестве приза все-таки в больнице здравоохранения в первую очередь – это профессиональное признание в своей среде. Я участвую в первый раз в конкурсе, потому что я выпускница только 2023 года. Впервые я на таких событиях. И надеюсь, у меня все получится. Мне очень нравится. Конечно же, есть волнение. Но свои коллеги придают мне уверенность в конкурсе. По итогам соревнований третье место разделили акушерка женской консультации Диана Адамян и медицинская сестра первого отделения анестезиологии и реанимации Ильзира Сабирова. Второе место заняла медицинская сестра гастроэнтерологического отделения Лейсан Камалова. Призером конкурса стала медицинская сестра второго хирургического отделения Гузель Салахиева. Участницы конкурса подтвердили, что медицинская сестра – это не просто работа, это призвание. Они усердно трудятся днями и ночами, чтобы помочь тем, кто переживает тяжелый период в жизни и нуждается в их заботе. Ухаживают и знакомят с миром тех, кто только появился на свет. Благодаря своей чуткости, вниманию и заботе нередко помогают больным не только физически, но и морально. Они – ангелы в белых халатах, без которых невозможно представить ни одно медицинское учреждение. Кристина Нырова, Кристина Отекина, Александр Антонов, Универ Новости.